Вечер собрал в библиотеке немало гостей, постоянных читателей, школьников, представителей Русской Православной Церкви. Такое разнообразие присутствующих не должно удивлять, ведь день славянской письменности и грамоты, события, значение которой трудно переоценить. Тем более трудно переоценить подвиг святых Кирилла и Мефодий, благодаря которым наши далекие предки и приобщились к духовному просвещению. Подвиг этих братьев заключался еще и в том, что до их трудов по созданию славянской письменности священное писание обычно воспроизводилось, переписывалось на трех языках. На древнееврейском, на латыни и на греческом. Другие языки просто не признавались. Это было еще в те времена, когда церковь была единой, нераздельной. То есть не было, как мы сейчас к несчастью привыкли, есть православная церковь и есть католическая. Не было тогда такого разделения. И святые братья принесли в Рим, повторюсь, единый тогда для всех христианский Рим, они принесли священное писание, написанное на славянском языке. И впервые Евангелие на славянском языке было положено в алтарь. Святые Кирилл и Мефодий не просто научили некоторые славянские племена читать и писать. Они распространили письменность и грамоту по всем славянским землям, которые в настоящее время составляют территорию России, Украины, Белоруссии, Польши, Болгарии, Сербии, Черногории и некоторых других государств. Вы приедете в Болгарию, а вы ходите в нашу Русскую Православную Церковь, зайдете в Болгарию, в храм и скажете, ничего себе, служба та же самая. Точно так же разговаривают люди, молятся одинаково. Вы зайдете в Сербию, на Украину, Белоруссию, в Словакию куда-нибудь поедете. И везде будет одна и та же, где православие исповедствуются, славяне живут, будет одна и та же речь, одна и та же молитва. Участники вечера с интересом слушали о подвигах святых Кирилла и Мефодия, о первых книгах, благодаря которым к XI веку население Киевской Руси стало самым грамотным в Европе. Ведь если в западноевропейских странах того времени неграмотными, нередко были даже графы, герцоги и бароны, то на Руси читать и писать умели и большинство простых крестьян. Особенно познавательным вечер получился для школьников, которые признались, что мероприятие позволило им узнать много нового. Мы сегодня с классом из 22-й школы пришли в библиотеку на мероприятие, посвященное славянской письменности. И мы узнали о том, что письменность изобрели, и вообще славянскую грамоту, алфавит, изобрели святые, почитаемые православной церковью Кирилл и Мефодий. Мы узнали о различных миниатюрах, об искусстве и о том, как раньше украшались и орнаментировались книги. Мы узнали очень много интересного, мероприятие очень понравилось. Мы узнали, как в древности писали, какие книги были и в каких годах они были написаны и кем они были написаны. Вечер в Узловской библиотеке позволил участникам не только вспомнить о тех, кто стоял у истоков письменности и грамотности нашего государства, но и значительно повысить собственную эрудицию, в первую очередь подрастающему поколению. Вечер в Узловской библиотеке